Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в Кристиан Лэнд. Сегодня мы с вами посмотрим, как вы уже поняли, коробочку Marvel Collector Corps по Веному. Совсем недавно вышел фильм, и я в подсказках оставлю пару ссылок на тематику Венома. Там будет и ответ критика, можно сказать, ну такое, то есть мое мнение о критике в сторону Венома. Также будет мое мнение о фильме, тоже оно есть в подсказках, так что обязательно переходите, если вам интересен фильм Веном. Вот такой прекрасный бокс мы с вами посмотрим. Как всегда мне его заклеили всякими документами, штрих-кодами почтовыми и так далее. Это, конечно, обидно, это очень обидно, потому что бокс красивый. И когда он мне пришел, я скажу вам честно, я немного офигел от его размеров. То есть он вообще маленький. Вот посмотрите, это, вот, заявляю вам официально, это самый маленький бокс Marvel Collector Corps. Потому что у меня были, ну, практически все боксы, вот, и мне есть с чем сравнивать. И это самый маленький бокс Marvel Collector Corps. Как вы знаете, это у нас второй бокс после перехода Marvel Collector Corps на платформу Amazon. То есть они теперь не отдельно Фанка продают, просто от себя, вот, от компании Фанка Marvel Collector Corps. Теперь они перешли на Amazon, и то есть они, можно сказать, отдают боксы Амазону, и те уже распродают по рассылке нам, покупателям, фанатам и так далее. Вот, и это у нас второй бокс. Первый бокс был по Дэдпульчику. Вот там у нас стоит Дэдпул на пони. Коробка мне пришла помятая полностью, не знаю, с чем это связано. И вообще она была, знаете, из какого-то тонкого картона, из-за этого вот фигурка, вот такая крутая фигурка помялась, которая сейчас стоит около 50 долларов. 50 долларов. А коробку я купил за 30, плюс доставка, плюс доставка сколько? 15 долларов. Ну, 45, окей. Там еще были различные другие штуки. Я, на самом деле, частично знаю, что в этом боксе, но на самом деле знаю только одну вещь. Это фигурка, фигурка какая будет. Остальное я вообще ничего не знаю, так что вместе с вами посмотрим, вместе с вами оценим. Я ее вскрыл, но не смотрел, что там, но вскрыл, чтобы было легче открывать на видео. Вот, так что погнали смотреть. Давайте я вам покажу стилизацию сначала. Вот так у нас выглядит Marvel Collector Corp. Логотип Venom шикарнейший. Больше я вам ничего не могу показать, потому что все остальное обклеено. Вообще показывали вот так коробку, она как будто такая, знаете, массивная. А на деле пришла вот такая вот малышка Marvel Collector Corp. Вот тут у нас логотип Venom и везде. Вот здесь у нас все красиво стилизовано. Я предлагаю начать. Погнали смотреть. Итак, открываем коробку. Фух, все, я уже открыл. Блин, надеюсь, вы не увидели брошюрку. Тут есть брошюрка. И объявлю сразу, следующий бокс Marvel Collector Corp будет посвящен десятилетию киноселенной Marvel. Это офигенно. Он придет мне где-то под Новый год. И как раз будет такое офигенное видео. Итак, я уже вижу, что в этой коробке. И мне уже нравится, честное слово. Скажу честно, бокс под Эдпулу был совсем неудачный. А вот этот, мне кажется, получится очень даже офигенным. В общем, погнали смотреть, что здесь есть. Первое, что у нас идет, это вот такой прекрасный стикер Venom. Это, знаете, это такие стикеры, которые можно приклеить куда-то, допустим, ну, около кровати. Как будто он вылезает из-за кровати. Вообще можно куда угодно клеить. Но это, знаете, такой стикер. Он необычный. Он какой-то... В общем, это просто черный-белый стикер, который больше для декора все-таки. А не для того, чтобы там приклеить куда-то в блокнотик или, наверное, компьютер и так далее. Это больше такой стикер для декора. С Venom он прекрасно выглядит. Посмотрите. Мне кажется, очень классная идея. Супер, мне нравится. Куда-нибудь приклею. Дальше, что у нас идет, это антистресс. Секунду. Мне уже попадался антистресс в коробке по Халку. Вот такой прекраснейший. И поставив его на полку, вот на таком экране, посмотрите. Это вообще не видно, что это какой-то антистресс. Это, наоборот, выглядит очень круто. И как будто это фигурка. Ну и можно его взять и пожмякать. Но я этого не делал, потому что мне жалко. Ну, такой уж я. Мне попадался Халк. Теперь у меня есть еще и Venom. Сейчас его раскроем и посмотрим. Итак, погнали раскрывать. Я его раскрыл, но он в какой-то... Фу. В общем, он в какой-то жидкости непонятный. В каком-то мыле весь грязный. Это очень странно. Как будто его уронили на пол в масло. И потом... Блин, ужасно на самом деле. Я не знаю, с чем это связано. Я потом попробую его помыть. Да, нет. Прямо сейчас пойду помою и скажу, у меня получилось отмыть или нет. Итак, вот я вернулся. У меня получилось его отмыть. Все, вроде нормально. И я понял, в чем отличие. Тот более мягкий, а вот этот вот, смотрите. Мы его жмякаем, и он вот приходит в свою форму. Блин, это просто офигенно. Вот посмотрите, я его сейчас сожму вот как-нибудь в какую-нибудь какашку. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот. И посмотрите, вот. Он приходит в свою форму обратно. Очень крутая идея, очень офигенно. Мне нравится. Но я его, опять же, поставлю как-нибудь вот так на полку. Потому что, блин, это очень красиво. Это голова Венома от Фанка. Это просто офигенно. Идем дальше. Дальше у нас идет пинсайз Венома. Вот это мне уже очень нравится, честно. И вы сейчас офигеете, но это необычный пинсайз. У меня уже есть пинсайз по Веному. Давайте я вам сначала этого покажу, а потом покажу вон того Венома. У меня он есть. Я его распаковывал в распаковке пинсайзов. Если вы не видели, то, опять же, поищите на канале видео офигенное. Итак, вот такой полупрозрачный Веном. На свету он выглядит просто невероятно. Вы себе не представляете, насколько это круто. Это вообще... Это офигенная идея. То есть, это не просто пинсайз, который был уже Венома. Это, во-первых, лицо очень похоже на Венома, вот, Тома Харди, который вот вышел в кино. И вообще, у него еще прорисованы вены. Я не знаю, вам видно или нет, но это выглядит просто офигенно. То есть, это не просто... Они закинули пинсайз, они заморочились, придумали такую классную идею полупрозрачного Венома. И это выглядит просто невероятно. Спасибо, Фанка, за креативность. Наконец-то боксы начали приобретать свою былую славу, потому что раньше они были просто конфетками. Вот такой пинсайз полупрозрачный Венома. Сейчас я достану вам вот этого Венома, который у меня уже есть. И можете посмотреть. И вместе они выглядят просто невероятно. Вот, посмотрите. Мне кажется, это просто офигенно. Теперь у меня есть целых два Венома, и это шикарно. Мне кажется, уже коробка оправдывает свои деньги. И вообще, она очень крутая получается. Великолепно. Итак, идем дальше. Дальше у нас идет футболка. Я могу ошибаться, вот могу ошибаться, но по-моему, по-моему, в последних трех или четырех даже боксах Marvel Collector Corps, в общем, уже очень давно, больше полугода, они не ставят футболки. И я очень надеялся, что в этой будет футболка, и она уже офигенная. Погнали ее раскрывать. Блин, наконец-то. Потому что, на самом деле, раньше вот, когда я покупал коробки, я покупал в большей части из-за футболки и из-за фигурки. Потому что, блин, фигурка это, ну, для коллекции моей большой, а для вот такой повседневной ходьбы, там, куда-то на Комик-кон сходить. Вот мне футболки хотелось, тем более у меня еще их вообще не было, таких гиковских. Я начал заказывать боксы, и мне приходили-приходили футболочки, а потом в одно время бэнс, и все, футболочки нет. Итак, это уже одна из самых лучших футболок Marvel Collector Corps, которые мне когда-либо попадались. Я заказал себе размер M, потому что в Америке, если ты закажешь размер M, то у нас на российске это где-то L. Поэтому я себе заказал M. Блин, я вам не показываю футболку, сейчас покажу. Вот так она выглядит. Она не то чтобы максимально простая, но она, ну, простенькая, но она со вкусом. Она сделана очень круто. Веном, капли различные, и голова Венома от Фанка. Лично мне нравится, когда в Marvel Collector Corps ставят подобные футболки, где нарисованы, допустим, головы от их фигурок и так далее, потому что это все-таки бокс от Фанка, и Фанка, ну, выпускает фигурки, и было бы круто увидеть на футболке именно что-то от фигурки или что-то от компании Фанка. Вот, допустим, был бокс по зеленым фонарям, там просто были зеленые фонари, принтованные на футболке. Это не так креативно и так круто, а вот это просто прекрасно. Ладно, я пошел переодевать. Вот я оделся, футболка сидит шикарно, но теперь я буду заказывать себе L, потому что она какая-то, ну, не маленькая, но она близко к тому, чтобы быть не маленькой. Это, конечно, очень жаль, очень жаль. Но что поделать, теперь в следующий бокс десятилетий киноселена Марвел, я прямо сейчас вот после видео, как я сниму, пойду и поменяю себе на L размер, и вам тоже советую, если у вас L все-таки заказывает теперь L, я не знаю, с чем это связано. У меня есть футболки M-ки от предыдущего формата Marvel Collector Corps, и там они, ну, мне висят свободные, как мне нравится. А здесь она уже впритык. Это, конечно, минус, не знаю, с чем это связано, но все равно носить буду очень-очень даже классная футболка, просто офигенно, посмотрите по Веному, прекрасно. Но это еще не все. Ну и, конечно же, сама фигурка. Посмотрите, как прекрасно она выглядит. Это самая лучшая фигурка из серии Веном, поверьте мне. Она просто невероятная. Во-первых, здесь у Венома на языке различные зеленые слизи, вены прорисованы синего цвета на самом теле. И вообще фигурка выглядит потрясно. Его вот эти белые глаза прорисованы, они просто невероятные. Это очень круто. На канале скоро будет одна фигурка еще из серии Веном. Обязательно тоже ждите. Совсем вот скоро будет. Но вот эта фигурка, она просто потрясная. Тем более, это эксклюзив для Marvel Collector Corps. И уже фигурка, ну, по моему мнению, где-то будет стоить, ну, долларов 70 уже на данный момент точно. А со временем будет еще дороже стоить. Блин, это просто офигенная фигурка. Она настолько бразилизирована, она настолько классная. Только вот есть минус на самом логотипе. Логотип потертый. Не знаю, почему так, но, в принципе, это не так уж и страшно. Типа, он дрался, пусть будет так. Я не буду сейчас придираться к этому. Он весь отблестывает, он весь такой, знаете, как будто реально из этой слизи Венома и симбиота сделан. Слеплена фигурка. Вот, выглядит, конечно, потрясно. И экшн-поза, и подставка. Ну, блин, это невероятно. Фанка, спасибо за такую фигурку, потому что, наконец-то, что-то креативное. Вот в Дэдпуле мне тоже понравилась очень креативная фигурка. Молодцы. Ждем бокса по десятилетию киноселены Marvel. Этот бокс однозначно супер-пупер крутой. Итак, вот такая вот коробочка по Веному у нас получилась. Вот Marvel Collector Corps, вторая на платформе Amazon. Я не перестаю это говорить, потому что это важно. Это действительно важно. Вот. И она дико крутая. Это, наверное, один из самых крутых боксов за последнее время. Он мне нравится даже больше, чем по Войне Бесконечности. Ход по Войне Бесконечности нам поставили вон того огромного Таноса. Все равно, вот, по наполнению, по идеям, эта коробка намного лучше, и она мне дико нравится. И я очень рад, что я ее заполучил, и она у меня есть. Она очень крутая. Если вы захотите купить, то покупайте, она очень крутая. И на этом у меня все. Огромное спасибо, что дотерпели до конца, что дотерпели мою болтовню. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно оставляйте лайки. Мне, правда, будет очень-очень приятно. Это очень важно для развития канала. Можете подписаться на мой Инстаграм. Там тоже я выкладываю фоточки и так далее. Можете подписаться на группу ВКонтакте. Там новости, арты. В общем, все. Есть гид индустрии. И в том числе и про мой канал. Там много информации. Так что тоже подписывайтесь. Тоже буду вам благодарен. Ждите следующий бокс Marvel Collector Corps. Ждите совсем скоро новые крутые видео. Новые форматы видосов. Новые тематики видосов. Так что подписывайтесь на канал. Мне будет, правда, очень-очень приятно. Всем большое спасибо. Всем удачи. Всем пока. Мы Веном. Мы сожрём твои руки, потом ноги, а потом сделём твою морду прямо с черепка. Ты превратишься в безрукую, безногую, безглазую какашку, болтающуюся в канализации. Что ты такой? Мы Веном. Мы Веном.